Приехал я к дерматологу, он осмотрел, мы и ранее у него лечились, она сказала, что у него какая-то инфекция внутри, что она спросила, посоветовала лечь, то есть обследовать или снять сначала это воспаление, то есть она посоветовала положить на стационар, кому как ни к врачам доверять здоровье, я согласился на стационар, чтобы там его более детально обследовали, я вообще хотел, чтобы ребенок мой вылечился, я не мог рассмотреть на то, что постоянно раны, язвы, я подозревал на то, что аллергия, но я хотел пойти, то есть по каждой ситуации, если меня направили в аллергоцентр, я поехал в аллергоцентр, но они мне сказали, хотели вроде быкоснять вот это воспаление, а потом они уже сказали на протяжении 3-4 месяцев, сказали, мы эту болезнь, мы вашу излечим, они так уверенно сказали. Поступив на прием к врачу, он его осмотрел и принял решение, написал список тех лекарств, которые необходимы для лечения, я доверился, я приобрел, принес, подошел к сыну, сказал, сейчас я приеду домой, привезу тормозок, то есть они должны были уже как бы начать лечение, сказал, что анализы мне возьмут только на следующий день, а лечение почему-то начали. Я поехал домой, да, в 14, в 2 часа я был дома, в 14.00, в 14.07 поступил звонок, был очень невъятный, я несколько раз посмотрел, что ж, это невъятно очень говорила медсестра, что с вашим ребенком плохо, приезжайте скорее в больницу. Я сразу же, все, сбросил, сразу поехал в больницу. Приехал в больницу, по ступеньку увидел уже врачей, перед больницей была реабилитация, в больнице видел, спускались уже врачи скорой реабилитации, спросил у них, что с моим ребенком, в ответ ничего нет, ответа я не услышал, только качали голову, я уже с ужасом уже ситуацию себе представил, поднялся на этот третий этаж, подбегая к одним врачам, то есть они молча смотрели, забегая в эту палату, там где вырежал мой ребенок, лежал без движения, в места возле его гортани, сам язык, уши, все лицо было синий отцвет, как будто, не знаю, как будто его душили. Сидел врач, схватившись за голову, сказал, мы сделали все возможное, и сказал мне, я не знаю, что это у него может быть, как врач, врач лечащий, я не знаю, что это может быть. Я так понимаю, я уже потом все подсчитал в интернете, оказывается, это, возможно, лидокаин с антибиотиком, возможно, это лидокаин дал реакцию, но это анафелитический шок у моего ребенка был, когда разбухает все это, дыхательная система, и просто невозможно дышать. У меня единственный вопрос, он оказал эту помощь первую, он мог спасти моего ребенка или нет? Да он же доверял! Конечно! Специалисты, они же специалисты, они должны были все это. Мы к ребенку приехали, он и первый будет. Искусственное дыхание для легких должны быть. Он стоит на коленях перед ними, прости меня, сынок, за то, что он сдал его, понимаете, доверился врачам. И просит извинения у своего ребенка, что он своими руками отдал. Ничего. Весь коллектив, конечно, очень находится в шоковом состоянии от того, что случилось. У ребенка мы наблюдаем уже несколько лет подряд. Он неоднократно у нас находился на стационарном лечении, в дневном стационаре. Поэтому ничего, абсолютно никак не могу предвещать. Каких-то нестандартных ситуаций. Ребенок поступал в отделение в полном порядке. Были жалобы, были объективные причины для его госпитализации. Я как раз был в командировке, но насколько я спрашивал, то есть вот не все медработники, которые принимали в этом участие, уже все пояснения, пошагово все написали, я уже все передал в департамент. Где-то в самом начале декабря мы просто-напросто все это дело узнаем. Как мне говорили, то детской карточкой было дорого, никто не видел. Проба на ледокаин, механизм, как она делается? Это надрез на руке, это что-то еще? Нет, это делается внутри маленьким шпицом, внутри кожная проба, предплечье. Но не укололи ребенку инъекцию сразу или укололи? Укололи одномоментно. Дексаметазон, адреналин, все это было сделано. Делал ли все доктор для того, чтобы спасти ребенка? Я думаю, что да. Но в любом случае это будут все разборы. Почему? Потому что все, что было в антишоковом уголке, искусственная вентиляция, непрямой массаж сердца, все было сделано. Не отстранено. Но пояснения все взяты. Дождемся результатов СМЭ. И тогда, естественно, что по результатам СМЭ будет проведен вывод. И анализ этого всего делает. Наверняка это 100% будет разбор на уровне департамента здравоохранения области. И если все это это, то все понесут, конечно, СМС во время наказания. Никто не растерялся. Почему? Потому что медсестра его тут же приняла. Тут же вышел заведующий. То есть все были на местах. То есть это не было там, допустим, что если родители как-то думают, что плохо, его там водили по отделению, или потом пока кто-то там пришел. Нет, такого не было. То есть это было, это было все очень быстро. Понимаете? И просто фатально и печально. 4 листопада 2015 года до Саксанского райвидділу Криворизского міського управления надошло поведомление про то, что в областном Криворизском шкиряно-венерологическом диспансере констатовано смерть малолетнего ребенка 2007 года на родину. Значит, установлено, что дана дитина поступила до лікарні 4 листопада. Попередній диагноз – стрептодермія. И после назначенных лікарем препаратов дитине стало плохо, а невдовже она померла. Попередня квалификация – это часть 2 статей 115 КК Украины. Но в дальнейшем данное действие будет перекрестировано в статю 140 КК Украины. Неналежное выполнение медицинских работников своих службовых обязанностей, которое не причинило смерть. Значит, санкция статьи предпочитает покарание в виде позбавления воли до трех лет, с позбавлением права обнимать певные посадки до трех лет. У нас никогда в стране не будет порядок, пока у их собственных детей не начнут ложиться, как наши.